Парк за центром культуры и народного творчества. Сегодня здесь идет масштабная реконструкция. Это стало возможно благодаря победе в рейтинговом голосовании. Полевчане высказались за преображение этого городского пространства. Парк благоустраивается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе Свердловской области «Формирование комфортной городской среды». На сегодня выполнен первый этап большого проекта и даже сделан за дел второго. Мы сделали то, что не было сделано на протяжении целого ряда лет. Это никогда не делали усиление стеллы. Каждый раз пытались ремонтировать гранит, который трещал. А трещал он по одной простой причине. Там действительно памятник стоит в том месте, где было понижение рельефа. Туда стекалось большое количество воды. Утечки воды, которые возникали, тоже не заполняли эту прилегающую территорию. В результате подрядчик сделал выторфовку и отсыпал почти полтора метра грунта в этом месте. Это вся подготовка, которая была сделана с уплотнением для того, чтобы можно было выполнять саму площадь. И он выполнил не треть звезды, он выполнил площадь целиком. Общая стоимость работ первого этапа реконструкции составляет более 76 миллионов рублей. Сюда входят территория Аллеи Славы и еще две зоны. Это площадка за Центром культуры и народного творчества. На площади порядка трех тысяч квадратных метров появляется место для массовых гуляний. В этом году предполагалось освоить 10 миллионов. Но подрядчик принял решение вложиться собственными средствами и выполнить в 2023 году часть работ, запланированных на весну 2024. А значит, благодаря усилиям строителей и ландшафтных дизайнеров у полевчан есть шанс встретить уже следующий день города на облагороженной и отремонтированной территории. Министр, когда увидел готовность объекта в том виде, в котором он есть, он попросил подрядчика не снижать темп, гарантируя то, что финансирование на следующий год будет. И, соответственно, подрядчик эти деньги неблаготворительно сделал, он их получит на следующий год. Сегодня на Аллее Славы установлены восемь бронзовых барельефов полевчан – героев Советского Союза. Постамент облицован гранитными плитами. В вечернее время объект будет подсвечиваться. Аллея Славы расположилась за памятником воинам Великой Отечественной войны, который в 2020 году был реконструирован. Тогда были установлены восемь бронзовых книг с фамилиями участников войны из Полевского. Кроме того, учтено и другое пожелание жителю города – увековечить память полевских солдат, павших без вести. На следующий год это как раз территория за центром ЦКНТ. То есть это площадь для массовых мероприятий с установкой сцены. Там будет еще пусковая для музыкального сопровождения. И это, получается, все посадки и тропиночно-дорожная сеть. Она чуть не закончена. Это было произведено и асфальтирование, ну, частично, то есть, чтобы завершили, и асфальтирование вокруг ЦКНТ самого. А еще проект благоустройства парка предполагает новую сеть электроснабжения. Она уже выполнена. Согласно проекту, будет подсвечена улица Чехова. Дополнительные опоры освещения установят за центром культуры. Аллею Славы предполагается украсить тематическими фонарями. Созданы парковочные карманы. Еще раз подчеркиваю, все это, о чем мы сегодня говорим, это только первый этап реконструкции парка. Территория очень большая. И за второй этап мы голосовали, получается, в этом году. Это центральная аллея с кристаллами. Вот то, о чем мы всегда и на рейтинговом голосовании презентовали. Эту территорию планируем. Готовить заявку на всероссийский конкурс. То есть, все-таки территория большая, и не хочется ее совсем дробить. И хотелось бы, ну, зайти, скажем так, с огромной той территорией, которая есть у нас в парке в южной части. И все-таки, а это возможность только через всероссийский конкурс. То есть, попасть туда, будем готовить заявку. Проект, предложенный к исполнению, по мнению подрядной организации, вполне реален. Сложности с его реализацией практически нет. А те сюрпризы, с которыми сталкиваются строители, решаются в рабочем порядке. Так, к примеру, после снятия грунта возникла необходимость в перекладке теплотрассы. Сегодня трубопровод уже переложен. Как итог, эстетический результат и энергетическая безопасность ближайших домов. Еще один приятный момент реконструкции – это обнаружение технической возможности возобновления работы вечного огня у стеллы по улице Победы. Сегодня есть уверенность, что работы по благоустройству будут завершены раньше намеченного. Вот она – синергия администрации, подрядчика и жителей города, которые проголосовали за преображение парка в южной части. Ксения Обладенкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.